Активно участвуют в общественной жизни своей малой родины, пожалуй, самые заслуженные жители городского поселения Фрянова. Поднимают вопросы благоустройства и социальной инфраструктуры, транспорта и экономики. Актуальные темы прозвучали в рамках встречи Фряновской общественной организации ветеранов с депутатом Мособолдумы Ириной Слуцкой. Совместно с председателем районного совета депутатов представитель регионального парламента отвечала на вопрос ветеранов. Мне очень приятно, что сегодня мы собрались. Сегодня действительно будет такая возможность поговорить, пообщаться, услышать друг друга и, безусловно, принимать определенные решения и двигаться вперед. Новые спортивные и культурно-досуговые объекты интересовало ветеранов развития социальной инфраструктуры поселения, в том числе и для подрастающего поколения. Я хочу сказать про нашу молодежь. Вот растет у меня внучка. Вечером погулять собираются. Куда? Ну, совершенно некуда пойти. Надежда Суровцева рассказала, что в данный момент прорабатывается вопрос включения парка, примыкающего к усадьбе Лазаревых, в региональную программу, а также есть предпосылки для строительства долгожданного физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы с районными депутатами приезжали к вам в поселение, смотрели, у вас ваш парк исторический около усадьбы, замечательный парк, правильно, который сейчас сделали все возможное. Очень сложно войти в программу в парке Подмосковья. Но администрация делает и районы, и поселения, делает все возможное, чтобы войти в эту программу. И этот парк был реконструирован, как исторический парк. И это, поверьте мне, будет до конца доведено. Поступило подтверждение, что мы входим в программу «Газпром». Есть такая программа «Газпром-дети». И по этой программе они должны построить здесь, при малейшемся финансировании, то есть там само поселение, по-моему, подготавливает участок, и они будут построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Афряном. На контроль взяла вопрос увеличения числа транспортных маршрутов, связывающих поселение и центр Щелковского района Ирина Слуцкая. Депутат также отметила, что множество проблем, касающихся благоустройства и ЖКХ, в поселении требуют более детальной проработки. Многие вопросы мы взяли под контроль. Некоторые вопросы требуют более детального исследования и большего количества времени, чтобы эти вопросы решить. На сегодняшний день мне, как депутату и своего фонда, удалось выделить средства на первую и вторую школу, про которые сегодня тоже говорили. В первой школе будет отремонтирован спортивный зал, во второй школе будут поменены окошки. На встрече депутат Мособолдумы представила отчет о работе, проделанной в прошлом году и рассказала о перспективах в 2018-м. Затронула и тему самого масштабного события мартовских выборов президента Российской Федерации, призвав присутствующих ответственно отнестись к исполнению своего гражданского долга. Мы поговорили о выборах, которые нам предстоят 18 марта. Будем идти, будет у нас большая явка. У нас сейчас действительно очень сложное время и, мне кажется, самое важное сейчас объединиться и не позволить всему миру поставить нас на колени. Ирина Слуцкая положительно отметила активную работу общественной организации ветеранов. Представителям объединения на встрече вручили почетные знаки областного отделения организации. В рамках рабочего визита депутат Мособолдумы также провела в Афрянове прием населения. Обсудили вопросы развития транспортной сети в поселении. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».